Я с удовольствием принял предложение принять участие в этом форуме, потому что форум стал такой хорошей площадкой, на которой можно сверить часы, посмотреть на то, как мыслят коллеги, проверить вектор своего мышления и так далее. Я хочу сказать, при всей такой, я бы сказал, грандиозности и тенденциозности моего доклада, я хочу сразу вас уберечь от мысли того, что я в процессе своего доклада раскрою вам всю драму методологию социально-психологической виктимологии. Я ставлю себе гораздо скромнее задачу. Задача познакомить вас с тем новым взглядом, новым подходом. Это для меня уже третья методология, которую я использую в работе на социально-психологической виктимологии личности. В то же время я хочу, так сказать, отдать дань идее Льва Семеновича Выгодски, который мечтал создать психологию в терминах граммы. Я всю психологию не могу, но вот один из ее разделов, ее социально-психологической теории, социально-психологической виктимологии в терминах граммы пытаюсь представить. С другой стороны, воплотить идеи, которая заложена выдающимся социальным психологом, психоаналитиком, психотерапевтом и социальным философом Джакобом Леви-Морено, так сказать, идеи, которого я достаточно активно использую и на которых я вырос и очень долгое время работал в области «Психодрамы». Сейчас несколько углубился в этом, но его идею социатрии как излечения деструктивных отношений, как излечения патологии отношений я закладываю тоже, так сказать, в этом. Тема, так сказать, актуальна уже потому, что вот у меня в руках две книги, вышедшие в 2023 году. Вот одна книга «Время жертв». «Время жертв». Здесь описывается «Время жертв», описывается механизм формирования жертв, что мы называем виксимогенезом. Здесь очень много интересного материала собрано нашими зарубежными коллегами. С другой стороны, очень интересна еще одна книга о виксимблейминге. Виксимблейминг обвинение жертвы как очень интересный сам по себе механизм виксимизации человека, ре-виксимизации. С другой стороны, мне кажется, что вот у нас сложилась хорошая научная традиция использовать драма-подход, но прежде всего вот это прекрасное учебное пособие для клинических психологов «Лечение психодрамы», которую я хочу показать. Прекрасная психоаналитическая работа, драма «Одаренного ребенка», ну и хрестомасимия, так сказать, работы «Грет и Лейтис», «Психодрама». Это тоже материал. И вот такое большое, так сказать, обилие, я показываю только часть, я не раз говорил, что в моей деревенской избушке, откуда я сегодня не общаюсь с участниками форума, находится на втором этаже огромная библиотека, там более 40 тысяч книг по различным направлениям, и что счастливее, так сказать, книги, которые помогают мне сделать. Вы понимаете, все зависит, вот как это все объединить, как это все собрать и так далее. Вот работа над методологией, она как раз помогает и интегрировать, собрать в один пучок, выстроить, как бы я бы сказал, такое фокусное зрение на существующие проблемы, с которыми можно приходить в учебный процесс, в консультативную практику и так далее. Но это все помогает тогда, когда мы определяемся философски. Вот я много-много лет назад, еще в советские времена, за что меня часто ругали, даже уже в процессе подготовки к защите докторской диссертации, а я защитил свою докторскую диссертацию в Академии Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза на кафедре социальной психологии, социологии и политики, где работали выдающиеся советские социальные психологи во главе с Александром Константиновичем Уледовым, в то время там работала Ксения Александровна Бульханово-Славская, могу назвать огромное количество людей, и они меня все время поправляли и говорили, ты философски все время соскальзываешь на экзистенционализм. После 93-го года у меня возникла возможность не только соскользнуть, углубиться, и вот я держу в руках одну из моих самых любимых книг Альфреда Ленглия «Воплощенная экзистенция». Философия экзистенционализма она является фундаментом построения моей методологии, и я об этом буду говорить и так далее. Поэтому вот сегодня я ставлю себе задачу не раскрыть всю драму и методологию. Я надеюсь, что к концу года мне удастся опубликовать, я не буду говорить что и сколько, но удастся опубликовать, где я попытаюсь раскрыть все составные части, все фундаментальные основы и постепенно вместе с сотрудниками лаборатории, особенно теми, кто в этом году придет в аспирантуру, начать углубленные исследования проблем, в том числе и проблемы стресса, потому что именно социальная психологическая экзистемология личности раскрывает такую закономерность стресса. Стресс становится способом жизни человека в современном обществе, стресс становится механизмом трансформационной адаптации человека, и вот здесь я, так сказать, ставлю задачу познакомить, совершить своего рода экспозицию. Но для начала хочу, так сказать, сказать, что социальная психологическая экзистемология личности при всей, так сказать, сложности для меня человека воспитанного, так сказать, коммунистического участия, которую разработал я, социальная психологическая экзистемология личности представляет собой социально-психологическую теорию о детерминантах и механизмах развития вексимности. Вексимности. Причем вексимности как диспозиционно-компетентной уязвимости жизнеспособности человека. Вот я подчеркиваю, для меня это очень важно, понимание вексимности как диспозиционно-компетентной уязвимости жизнеспособности человека о вексимогенезе личности и о функционировании вексима как социально- и психологически уязвимой личности. Вот я показал эту книгу, эта книга как раз показывает о том, что наступило бы функциональное время виктимов. Мир заполняется психологически и социально уязвимыми личностями. Что происходит в мире психологически и социально уязвимых личностей? Как поднимается роль и значение социальной психологии? И, конечно, становится больно, что мы до сих пор изучаем социальную психологию на уровне понимания ее только как науки об общении и закономерности влияния общения на психическое развитие. В связи с этим, моим представлением социально-психологической вексимологии, объектом социально-психологической вексимологии является именно вексимность в той трактовке, как трактую я ее, именно как уязвимость. И вот если говорить о том, что социально-психологическая вексимология личности была разработана первоначально мной на клинико-социологической методологии, она обосновала маркеры вексимности человека. Но первый и основной маркер, который я обосновал и, так сказать, много раз в разных статьях его показывал, это дисфункциональность личности. Я думаю, что Ольга Олеговна в том или ином, так сказать, варианте будет, когда сделать свой доклад, она затронет, потому что я знаком, естественно, с ее работами, она затронет дисфункциональность семьи, которая утрачивает способность реализовать эмоциональные отношения и сформировать такое качество личности, как привязанность. С другой стороны, рассматривая проблему, которую даже обсуждали на уровне Организации Объединенных Наций, это функциональная невозможность человека. Сегодня во многом страссовое состояние человека обусловлено не фрустрациями, не конфликтами, а его функциональной невозможности. В культуре, в культуре, в которой мы сегодня живем, в культуре нарциссического перфекционизма, функциональная невозможность выступает мощным фактором, который трансформирует психику и так далее. Социально-психологическая вексимология личности является теоретическим основанием формирования инновационной социально-психологической практики. Практика, которую мы вписываем в систему помогающих профессий, это социатрия вексимизирующих отношений. Социатрия вексимизирующих отношений – принцип действия, который очень схож, и я бы сказал, это социально-психологический аналог патогенетической терапии, которая разработана на базе теории отношений профессора Мясищева. Социатрия вексимизирующих отношений базируется на методологии драматического интеракционизма, который, так сказать, очень хорошо представлен в работах Джакоба Морена. Он не пишет о драматическом интеракционизме, он это делает несколько по-другому и так далее. Но я, так сказать, в силу этого называю свою социально-психологическую практику драма социатрии. Драма социатрии, которая сегодня представляет целую систему, по крайней мере, три основных блока в этой психотехнической системе помогающей практике, социально-психологической практике. Я выделяю сегодня аналитическую драму социатрии вексимизирующих отношений, так сказать, дидоксическую драму социатрии вексимизирующих отношений, где мы используем и пропедевтику, и, так сказать, как говорится, профилоксические различные подходы, и, так сказать, стрессовую закалку, стрессовое, так сказать, воспитание в условиях стресса. Я сейчас не уточняю, так сказать, терминологически. Но особое место занимает клиническая драма социатрии вексимизирующих отношений, и мы выполнили подготовку четырех выпусков драма терапевтов на базе именно клинической драмы социатрии вексимизирующих отношений на факультете психологии Новосибирского государственного педагогического университета. Вот интеграция социально-психологической вексимологии и драма социатрии вексимизирующих отношений стала основанием для формирования и развития более нового уровня инновационной социально-психологической практики, которую я назвал клинической вексимологией личности. Клиническая вексимология личности, которая уже обратила внимание на клиническую вексимность личности в трех ее основных формах – вексимофобия, вексимофилия и вексимофатия. Предметом клинической вексимологии является психологический механизм вексимофикации, отожесления себя, построения себя, построения своей идентичности как жертвы. Вексимофикацию я понимаю как ауто-вексимизацию личности, последний уровень вексимизации – это длительный многоуровневый процесс. И вот этот процесс всегда приводит к социальному отчуждению, к уходу человека от социальных контактов или то, что Джекоб Морено называл в своей практике – атомизация личности. Практика клинической вексимологии позволила выявить существование своего рода методологического диссонанса между социально-психологической вексимологией личности и драма социатри вексимизирующих отношений. Вот если, так сказать, методологическая, если, так сказать, социально-психологическая вексимология является теоретическим базисом клинической вексимологии, то драма социатри является практикой реализации. И вот здесь возникла необходимость методологически объединить и пересмотреть социально-психологическую вексимологию, для чего мной, так сказать, был выбран подход, который я сформулировал, избрав концепт, хорошо известный в литературоведении, в искусствоведении, концепт-драма. Если сегодня драма в литературе и в интернете, это достаточно хорошо представлено, представляется как род литературы или как явление искусства, искусствоведения, и прежде всего идут большие путаницы с двумя методами драматизации, театрализации. Это приводит к тому, что часто очень путают психодраму с драмотерапией, экзистенциональной, символодрамой и так далее. Для нас, социальных психологов, драма – это прежде всего тип отношений. Драма – это тип отношений, который, так сказать, соответствует реалиям отношений человека в социальном мире, в социально-психологическом пространстве его повседневной жизни, отношений, в которых он существует. Эти отношения я называю, так сказать, отношения драматизма. Драматизм, так сказать, реальной жизни, драматизм экзистенциальный – это нормально. Драматизм, я понимаю, как основу для формирования социально-психологического пространства, вексимизирующих отношений. В чем проявляется драматизм? Вот три, вернее, четыре основных признака драматизма человека. Но драматизм, так сказать, связан прежде всего с напряженным переживанием. Переживание у человека всегда есть. Это внутренняя деятельность его сознания. И согласно Выгодскому, переживание – это основная единица сознания человека, но напряженное переживание. Я даже бы сказал, происходит стресс сознания. Поэтому происходят очень серьезные когнитивные трансформационные изменения. И здесь исследования Китаева-Смыка помогли мне очень сильно разобраться. С другой стороны, драматизм, экзистенциальный драматизм – это борьба противоположных сил к тенденциям, позициям, взглядам. Я бы сказал, суждения, которые часто приводят к трагическим событиям. Я рассматриваю суицид. Это как несостоявшийся драматически позитивный исход. В грамме всегда есть надежда на позитивный исход. В трагедии надежды такой нет. И поэтому для меня это трагически. И я следую Карлу Гуссову-Юнгу, говорю о том, что это трагедия личности. С другой стороны, мы говорим о том, что драматизм связан с парализующей мышлением тревогой, которая все-таки, наверное, должна пониматься как парализующей, пролонгированной системной фрустрации. Последние исследования говорят, это будет гораздо точнее. С другой стороны, четвертый признак драматизма – это, так сказать, драматические коализии. Жизнь как система драматических коализий с определенными интригами, где всегда есть элемент непредсказуемости, есть элемент того, что требует постоянного внутреннего мобилизационного ресурса, ресурса готовности противостоять чему-то и так далее. Вот это все, на мой взгляд, привело, и вот это явление, которое я, может быть, на последующих форумах раскрою, привело к появлению такого феномена, как драматический вексимизм, который существует сегодня в форме драмопасии. Драмопасии, которым я характеризую жизни человека как стресс на фоне прогрессирующих фрустраций, значимых потребностей и драматического переживания опыта личной жизни, который приводит к хронической аутотравматизации личности, к межкомплексному, тосттравматическому, стрессовому расстройству идентичности. Вот это исходный момент, исходное понимание для моей методологии. Драма соответствует реально существующему драматизму жизни. А вот теперь сама структура методологии. Исходя из этого, драма, методология, социально-психологическая, методология согласно классическим наукометрическим подходам представляет себе единство трех компонентов. Общий философский уровень этой методологии – экзостанциональный драматизм, который показывает психические и социальные основания жизни, построенные постоянно на противоречии конфликтов, дилеммах и каких-то форм человеческой борьбы как способа существования. Общий психологический уровень связан с социально-психологическим активизмом, где на первый план выступает в методологии действия, и человек рассматривается как социальный актор. Альвин Турен назвал это «человеком действующим». Мы говорим о том, что в связи с этим мы используем понятие «социальная роль», драматическое действие, драматическая коллизия, драматический конфликт, драматическая, так сказать, борьба и так далее. Ну и, наконец, частно-психологический уровень я раскрываю в новой теоретической концепции социально-психологической вексимологии личности как драматический вексимизм, который представляет собой социально-психологическую концепцию единства психологического драматизма. Это драматическое переживание, которое разрывает, наполняет, трансформирует, деформирует человека. И социально-психологический драматизм, который, так сказать, формирует драматическую дисфункциональность личности, когда она не все справляться с состоящими перед ней задачами. Объектом драмы методологии социально-психологической вексимологии личности выступает драматическая дисфункция социальной роли социального актора. Источник проблемы, вексимизирующая межличностные отношения, или, как я в одной статье, которую я тоже заявлял несколько лет назад в методоподобном форуме «Межличностная патология отношений людей». Предмет – драматическая вексимность социального актора как дисфункциональная уязвимость социально-ролевого ресурса жизнеспособности человека. В связи с этим основной фокус внимания мы делаем на ролевом анализе как системе действий, в связи с этим мы, следуя традиции Джекеба Морена, изучаем ролевое развитие человека, нарушение ролевого развития, рассматриваем методы, которые приводили к восстановлению его ролевой функциональности и так далее. Таким образом, разработка и введение драмы методологии социально-психологической вексимологии позволяет вывести ее на новый уровень и, так сказать, на новый уровень вывести социально-психологическую вексимологию, а так как она является теоретическим основанием клинической вексимологии, практики, помогающей деятельности, значит, и клиническую вексимологию вывести на новый уровень. Сегодня реально назрело, и материал для этого есть, представить социально-психологическую вексимологию личности как драматическую вексимологию личности или, коротко, драма-вексимологию и представить драматическую социально-психологию личности как драма социально-психологии, а клиническую вексимологию представить как клиническую вексимологию драма в поте личности. Личности, для которой стресс и борьба за преодоление, деформирующая личность, драматические переживания в образ жизни, способ выживания в новой реальной ситуации. На этом я бы хотел закончить, друзья мои. Субтитры создавал DimaTorzok